Допустим, соперника своего положили, и передней ножкой за шагом побудже, для того, чтобы эту ногу выключить из работы. Мы ее нагружаем коленом. Здесь прижимаем соперника передней рукой, эту ножку прихватываем сразу же поплотнее, да? И немножечко я смещаюсь в сторону атакуемой ноги, гружу его коленом, и в момент падения я уже забрасываю ножку на бедро. Да? Максимально плотно стараюсь зажать его бедро, атакуемой ноги. Дальше смыкаю ручки и разгружаю свою руку. Разгружаю, защищу, а я ложусь на плечо. Теперь я могу еще как можно выше поднять кулаки отсюда, логоточек закрываю, ногами, естественно, я рву дистанцию, толкаюсь, усиливаю давление и работаю назад. Это первый вариант. Второй вариант. Соперник снимает ногу, начинает защищаться. Я сразу же здесь верхней ножкой рву дистанцию для того, чтобы в момент того, когда он обходит мою ногу, обходить, я сразу же сменю атаку. Ставлю ножку в верхнюю реву уже на подвздошную кость, также закрываю бедро максимально плотно, также разгружаю руки и работаю отсюда. Отсюда соперник тоже может начать защищаться, снимать ножку в ту сторону, да? Тогда я сразу же делаю какое-то движение. Нижнюю ножку достаю, закрываю, ставлю стопа на стопу, закрываю верхнюю ногу, защищаю ее от контр-атаки. И мне нужно будет лечь, перевести его ножку на другую сторону и поменять уже угол атаки, да? Отсюда я ухожу на локоть, нижнюю ножку, толкаясь от ковра в верхнюю нижнюю ножку, помещаю ему на бедро, опять же закрываю ноги плотненько, кулаки как можно выше. И мне нравится отсюда работать именно с локтем, да? Отсюда, назад. Это третий вариант. Ну и отсюда можно еще и подняться. Если, допустим, болевой ног не идет, эту ножку помещаем под верхнюю, немножко заливаем его и уходим уже сзади укрой. О-с-с! О-с-с! Продолжение следует...